Привет, привет, мои хорошие! Сегодня у нас пойдет разговор о масляной живописи. Именно о наборе для новичков, что взять, что купить для того, чтобы создавать свои первые картины маслом. Если вам эта тема интересна, то оставайтесь со мной. Итак, неспроста у меня здесь куча масляных красок выложены на столе. Поговорим изначально именно о выборе масляных красок. Какую-то конкретно фирму я советовать не буду. Вы на столе у меня видите, что лежит Ладога Мастер Класс, Малевич и даже один затесался Санет. Но в основном по фирмам видно, что Ладога это та фирма масляных красок, которую я предпочитаю. Она мне нравится, ей работаю. Но если в ваших магазинах представлены и другие масляные краски, пробуйте. Ничего конкретного вам сказать не могу, так как в основном только эти марки пробовала и осталась ими довольна. Итак, часто спрашивают меня, какие основные цвета взять новичку, если он только-только начинает писать маслом. Основной ряд, основные цвета лежат сверху. То есть это, по моему мнению, то, с чего нужно начать и те красочки, которые нужно приобрести для своих первых масляных картин. То есть это основа, которая у вас будет обрастать другим количеством цветов. Уже в ходе работы вы будете чувствовать, что добавить и что докупить именно в плане цвета. Конечно же, первое это белила. Белила для новичков советую брать титановые, так как часто цинковые новички не понимают. И чтобы не мучиться, не ругаться на белила, берите титановые. Далее, кадми желтый средний. Это оптимальный желтый цвет, который подойдет для множества картин. Охра золотистая, тоже оптимальный цвет. Кадми красный. Здесь у меня светлый, можно взять и средний. Это не критично. Берем то, что есть. Обязательно нужен краплак красный. Краплак это такой холодный красный. И для того, чтобы создать розовые, холодные, фиолетовые, холодные оттенки, вам пригодится краплак. То есть, если вы будете смешивать синий с красным, просто вот с кадмием красным светом, у вас не получится фиолетового оттенка, получится грязь. Это все зависит от пигмента. То есть, для разных замесов, для красивых цветов обязательно должен быть в первом наборе краплак. Дальше. Марс коричневый. Можно взять темный, можно взять светлый. То есть, марс коричневый это такой средний коричневый оттенок, с которого нужно начинать. У меня этих оттенков коричневых еще дополнительно три штучки. Но вот прям для новичка можно взять именно марс коричневый, свой первый набор. Он бывает темный, прозрачный, светлый. То есть, здесь не так критично. Но для первого набора советую взять марс коричневый светлый. Так как он именно привычный коричневый цвет, который вы видите в гуаши. И им без труда будете работать. Но также смотрите, что у вас есть в магазине в наличии. Потому что не всегда все оттенки представлены. И мы выбираем из того, что есть. Следующая это зеленая травяная. Тоже средний зеленый цвет. Такой достаточно темный, насыщенный. Подойдет для множества работ. И, как вы видите, я им активно пользуюсь. Он у меня уже так заканчивается. Далее, синий цвет. Это ультрамарин. Тоже уникальный синий цвет, который и в разбеле красиво смотрится. И в замесе тоже дает красивые оттенки. То есть, если вы смешивать будете ультрамарин и краплак, у вас получится красивый фиолетовый цвет. Темный, насыщенный. Также этот ультрамарин можно добавлять и в коричневые оттенки, чтобы получить красивые серо-черные цвета. Да, и в зеленый, для того, чтобы получить близко что-то к изумрудному. То есть, именно ультрамарин в замесах и в разбеле более такой универсальный цвет. И последний оттеночек, который лежит, это сажа газовая. Это именно черный цвет. Тоже нужен в первом наборе, без него не обойтись, для своих первых работ. Так как черный цвет, хотя нужно использовать прям по чуть-чуть. Эта упаковка у меня, наверное, уже лежит третий год. То есть, за три года, вот посмотрите, сколько я использовала черного цвета. То есть, мы его берем совсем чуть-чуть. Когда нам нужно приглушить какой-то оттенок, когда нам нужно добавить темноты и серости в цвет, тогда мы добавляем сажу газовую. Но совсем по чуть-чуть. Потому что, если нам нужен прям темный-темный цвет, мы можем смешать коричневый с синим. И получится достаточно такой темный, насыщенный оттенок, который интереснее черного. Но это уже такие нюансики по смешиванию цветов. Основной наборчик я вам показала. Еще раз повторюсь, белье титановое, кадми желтый средний, охра золотистая, кадми красный светлый, крапула красный, марс коричневый светлый, зеленая травяная, ультрамарин и сажа газовая. Это основа, которая пригодится в написании множества картин. То есть это то, с чего можно начать. Далее вы видите следующий ряд, огромный ряд, намного больше масляных красок. Это то, что придет с опытом. И вообще набор масляных красок, конечно же, зависит от того, что вы будете писать, что вы будете создавать на ваших полотнах, на ваших холстах. Здесь не все мои масляные краски. То есть многие цвета у меня повторяются, но вот это мой набор масляных красок, которым я пользуюсь и периодически его обновляю. То есть, конечно же, из-за того, что мы создаем много пейзажей, и если вы хотите создавать много пейзажей, то, конечно же, цвет зеленый, он настолько многограден и глубокий. И вообще у зеленого цвета больше всего оттенков видит наш глаз. Поэтому зеленые цвета у меня в большем количестве. Еще у меня 4 цвета, 4 оттенка присутствуют. Это бирюзовая, изумрудная. Также есть у меня кобальт зеленый темный, то есть он немножко холоднее и темнее, чем зеленая травяная. И также в наборе есть оливковый цвет, то есть это те зеленые, которые я использую в работе. Конечно же, еще дополнительные замесы, но вот эти 3 цвета помогают мне создавать интересные пейзажи и более глубокую зелень. Также у меня присутствуют еще дополнительно 4 оттенка коричневого цвета, так как коричневый цвет, он присутствует во многих натюрмортах, пейзажах, тоже мне удобнее работать более большим спектром оттенков коричневого. У меня есть марс коричневый темный, то есть он более темный и прозрачный, чем марс коричневый светлый, который я советую взять в первом наборе. Но тоже, на мой взгляд, необходимая красочка, именно в моем наборе я и активно пользуюсь. Также у меня есть капот мармут темный, то есть это такой коричневый, который в разбелии, вообще в работе с активной красной ноткой, причем красной холодной ноткой. Тоже очень красивый оттенок коричневого, который позволяет даже в написании портретов использовать, чтобы намешать тон кожи. И также он отлично подходит, если, например, писать столешницу, на которой стоят предметы, если дерево красное, то вот этот цвет отлично добавляет именно ту нужную нотку древесины, которая требуется. Также в наборе у меня всегда есть вандик коричневый. Вандик коричневый – это коричневый, который серый, близок к черному, и очень тоже красиво передает цвет древесины. Хорошо его добавлять в тени, потому что это коричневый, именно в серый в разбелии. И также оттеночки с ним получаются красивые. Очень часто его использую, и также я им делаю первую разметку на холсте, когда приступаю только-только к работе. Ну и также Умбра Жжёная. Умбра Жжёная – это прям коричневый-коричневый цвет. И даже можно его взять в первый набор, если, например, Марса коричневого вообще нет в магазине, и есть только Умбра Жжёная. Смело берите её, потому что это тоже такой прям классический коричневый цвет, более насыщенный ореховый такой оттенок, чем в Марсе. То есть Марс, он прям тёплый-коричневый, этот немножко уходит в более глубокий цвет. Тоже нравится мне им работать. То есть ещё дополнительно 4 оттенка коричневого. Следующие оттенки – 5 штук, которые также мне нравится использовать. Во-первых, из-за того, что я часто пишу натюрморты и в осенних пейзажах используются именно оранжевые нотки листвы, поэтому у меня есть кадмия оранжевый. Кадмия оранжевый – тоже открытый, красивый цвет. Такой оранжевый очень сложно намешать именно с помощью основного набора. Если смешивать жёлтый и красный, всё-таки оранжевый цвет получится не такой прочный, не такой плотный, как вот если брать готовый цвет. Поэтому тоже активно им пользуюсь и данный цвет незаменим в моём наборе. Тут же красивый цвет – английская красная. Английская красная отлично подходит для создания портретов, также для создания осенних пейзажей, потому что именно та красная нотка, которой не хватает охре, в этом цвете присутствует. То есть написание выпечки тоже часто используют данный цвет, именно английская красная. Также есть у меня марганцовое, фиолетовое, светлое. То есть фиолетовый классический цвет, больше который уходит именно в красную нотку, не в синюю. То есть это не тёмный фиолетовый. Хочу докупить тёмно-фиолетовый цвет, но пока ещё руки не дошли. Но я спасаюсь тем, что просто в этот цвет добавляю ультрамарин, и у меня получается тёмный фиолетовый оттенок. То есть тоже не критичный, фиолетовый у меня только один в наборе. Тоже незаменим для создания теней, потому что тени у нас всегда холодные, особенно в тоне кожи у нас много фиолетовой нотки. Цвет очень полезный. Также, если говорить об охристых цветах, у меня есть ещё охра светлая. То есть охра золотистая, она намного темнее, чем охра светлая. И если мы пишем много травы, особенно сена, какие-то такие сельские пейзажи, то данный цвет тоже будет очень-очень полезен, и его я часто использую. У меня есть ещё кадми лимонный. Ещё один жёлтый цвет. То есть в наборе основном я говорила про кадми жёлтый средний, но вот кадми лимонный, он более холодный жёлтый. Если вы пишете натюрморты, например, где у вас много-много лимонов, то именно вот этот цвет вам даст посвечение лимонной корочки. И вообще, если вы пишете рассветы, закаты, то такая холодная нотка жёлтого, то есть кадми жёлтый средний, который в основном наборе, он тёплый цвет, насыщенный классический жёлтый. А этот цвет очень холодный, такой даже кусачий. Отлично подходит для зимних пейзажей, когда солнце светит, но оно ещё холодное. То есть тоже цвет очень-очень полезен и часто используется в моём наборе. Так, осталось ещё немножко рассказать про краску. Здесь, как вы видите, 5 оттенков синего. То есть синий цвет тоже достаточно глубокий. И если мы говорим о пейзажах, то именно морские пейзажи, сельские пейзажи с речками, в написании зелени тоже много добавляется синих ноток, то тоже вот эти 4, то есть 5 цветов в моём наборе незаменимы. Во-первых, это цвет индиго. Вообще, индиго мне заменяет практически чёрную, потому что индиго – это очень-очень тёмно-синий. И когда нам нужно добавить холодную тёмную тень, то, конечно, лучше использовать индиго, чем чёрный, потому что чёрный цвет, он очень плоский и не даёт нам те глубины цвета, которые мы хотим увидеть в тенях. Поэтому индиго – тоже цвет незаменимый. Также в наборе у меня есть голубая ФЦ. Это очень-очень звонкий синий цвет и в разбеле получается очень красивый голубой оттенок, который не даст вам другой цвет синего. Поэтому голубая ФЦ тоже в моём наборе присутствует. Если говорить про классический синий, ещё в наборе у меня есть кобальт синий. В основной набор я не положила кобальт синий, потому что в замесах он не очень красиво раскрывается с другими оттенками. То есть этот синий – классический синий, но он достаточно пустоват, на мой взгляд, и не такой прочный, как ультрамарин, который я положила в основной набор. Но тоже в наборе должен быть, потому что иногда такой более плоский синий цвет тоже хочется добавить в работу, именно если вы пишете, например, морской пейзаж, либо какую-нибудь синюю вазу. Поэтому тоже цвет в моём наборе присутствует. Также незаменимый цвет, такой как небесно-голубая, если вы пишете пейзажи, потому что звонкий голубой цвет неба даст только небесно-голубая. Никакой синий в разбеле вам такой именно красивый, немножко с изумрудной ноткой голубой цвет не даст ни один синий в разбеле. Поэтому для неба, для воды, для отражений тоже небесно-голубая незаменимая краска в моём наборе. И также у меня есть такой интересный цвет, цвет морской волны. Он очень похож на бирюзовую, но намного темнее, чем бирюзовая. Поэтому тоже её использую в своём наборе. Она у меня присутствует. Ну и последняя красочка, которая лежит у меня на столе, это белила цинковые. В набор новичка я положила белила титановые, потому что они более прочные и непрозрачные, они плотные. Но белила цинковые, они прозрачные. То есть, когда вам нужно сделать замес, чтобы белый цвет не был такой активный, чтобы он не забивал основу, которую вы берёте для разбела, то используются цинковые белила, так как они имеют очень прочную, но прозрачную текстуру. И также белила цинковые используют в листировочной живописи, когда накладывается много-много слоёв. Потому что титановые белила, они из первого слоя всё перекрывают вообще напрочь и иногда делают даже слишком полоский рисунок. Но белила цинковые перекрывают не полностью, то есть создают эффект дымки в вашей работе. То есть, когда вы пишете туман, если вы хотите добавить, например, какую-то поволоку около персика, то вам это даст сделать только цинковые белила. Поэтому, если вы в дальнейшем с первым набором начнёте работать, вы почувствуете, что белила титановые иногда слишком плотные, то смело добавляйте в свой набор цинковое белила. Ну и к вопросу, как хранить масляные краски. Масляные краски я храню вот в такой вот пластиковой корзинке. Как вы видите, у меня здесь ещё много-много цветов, но они повторяются, поэтому я их не стала показывать, потому что масляные краски – это основные краски, которыми я работаю, мои любимые краски, которые занимают большую часть моего времени. И храню я их вот в такой корзинке. Мне удобно, кто-то хранит в ящике для красок деревянным, тоже можно. То есть, вы выбираете свой вариант хранения, можно взять контейнер побольше. И там все-все ваши красочки хранить. Далее мы с вами поговорим про кисти. То есть, это мой набор кистей. И я выбрала здесь основные, которые потребуются новичку. Во-первых, если вы новичок и только-только покупаете кисточки для масляной живописи, конечно же, отдайте предпочтение синтетике. И не берите натуральный ворс, даже если это щетина, потому что щетина натуральная, она не такая прочная, как щетина искусственная. В основной набор я советую взять одну кисть побольше. Здесь у меня представлена кисть Малевич номер 12 плоская синтетика. Эти кисточки у меня Рублев, синтетика под колонок. Мои любимые кисточки. Вообще, Рублев синтетика под колонок это моя любимая серия. Я использую эти кисточки и в акварели, и в масле, и в гуаше, и в акриле. То есть, это прям вануаф навсегда. В основной набор я положила круглую синтетику под колонок номер 3 и номер 2. То есть, это две маленькие кисточки для мелких проработок. Ну и одну среднюю плоскую кисть. Тоже синтетика под колонок номер 4. Если я права. Потому что здесь уже циферка стерлась. То есть, такой вот средний размер для более мелких мазочков. То есть, это основной набор, с которого стоит начать. И это если вы пишете работы не больше от третьего формата. Потому что, если вы пишете работы от третьего формата, то такими кисточками придется работать долго. Особенно вот этой вот большой. Закрывать большие поверхности неудобно. И неспроста здесь лежит одна большая строительная кисточка флейцевая. Это для растушевок. То есть, такие моменты, как небо, как дальний план. Иногда хочется чуть-чуть подтушевать. И в своих работах легким-легким касанием вы проводите и тушуете. То есть, как вы видите, у меня именно то место, которым я тушую, немножко уже прокрасилось. То есть, тоже кисточка интересна в своих работах. Именно в плане растушевки. Так как масляная краска у нас постоянно подвижная. И в ходе работы краска не высыхает. То данный эффект можно использовать и строительная кисточка. Немножко тушевать дальний план. Для того, чтобы сделать больше, добавить больше глубины пространства вашей работы. Ну и дальше посмотрим мой набор кисточек для масляной живописи. Во-первых, у меня лежат две огромные кисточки. Это кисточки от Малевича. То есть, это синтетика под щетину. Это просто мягкая синтетика. Номер 24 и номер 22. Без этих кисточек больших не обойтись, если вы работаете на больших форматах. Например, 50 на 50, 50 на 60, 80 на 60, метр 20 на метр. То есть, для больших работ нужны большие кисти, для того, чтобы быстрее закрывать именно большие пространства на ваших холстах. Также у меня есть средние кисточки. Многие номера у меня дублируются, потому что в масляной живописи вы не можете вымыть кисти. Иногда в ходе работы нужно вести, например, предмет несколькими оттенками. То есть, вы берете две одинаковые кисти. И одна кисть у вас в более темном оттенке, другая в более светлом. И вы работаете сразу с двумя кистями. То есть, это у меня, опять же, синтетика под колонок, плоская полукруглая кисточка, рублев номер 8. Две одинаковые кисти для таких вот средних мазочков и для проработки предмета сразу двумя кистями. Часто так пользуюсь. Также кисточки у меня... Тут уже номера стерлись, конечно же. Я угадываю просто. Это круглая, опять же, синтетика под колонок. Скорее всего, это номер 10. Тоже рублев. И этой кисточкой я пользуюсь редко, потому что именно круглый мазок в масляной живописи мне не очень нравится. Мне больше нравится работать плоскими кистями. А круглые кисти в основном это именно мелкая проработка. Поэтому данной кисточкой пользуюсь редко, но она тоже есть в моем наборе. И еще пару плоских кистей. Это у меня кисть Малевич. Синтетика под щетину. И это номерок... Номерок, номерок... 10. Номерок 10. Тоже удобная кисточка. Очень похожа с данной кисточкой. Тоже часто ими веду сразу два цвета. И прекрасно работает. То есть, в ходе работы вы сами почувствуете, какие вам кисти нужно докупить. Потому что, пользуясь основным набором, вы будете чувствовать, например, ага, мне нужна вторая такая же кисть. Либо такая же вторая, например, поменьше. Либо вы чувствуете, что нужна кисть побольше. И уже опираясь на основу, вы идете и докупаете нужные вам размерчики. Также мне нравится работать плоскими скошенными кистями. Это кисточка Рублев, серия Мастер. Мягкая синтетика. Эта серия подешевле, чем синтетика под колонок. Но и по качеству кисточки не такие хорошие, как синтетика под колонок. То есть, это даже визуально видно. Но за счет своего скошенного кончика, ей можно поставить и большой мазок, и тонкую линию провести с помощью данного кончика. Тоже очень удобно в работе, и часто ее использую для написания облаков неба, либо для создания контура предметов, для его более точной прорисовки. Очень кисть удобная. Из тонких кистей здесь у меня еще лежат плоские кисточки. Одна плоская синтетика под колонок номер 4 для мелких мазочков. И также серия Мастер, скошенная кисточка, плоская скошенная кисть номер 2. Мягкая синтетика. Тоже очень удобно для проведения тонких линий за счет кончика, и для таких средних мазочков тоже очень кисть удобна. Еще здесь у меня откатилась одна кисточка. Тоже часто ее использую. Это номер 2. Плоская синтетика. Кисть Малевич. Синтетика это под щетинку. То есть, она достаточно такая упругая и потная. То есть, щетинка, под щетину кисти более грубые, делают более грубый мазок. Под колонок более упругие кисточки, и получаются более мелкие мазки. Ну и мягкая синтетика, она еще мягче, чем синтетики под колонок, и делают еще более плавные мазочки. То есть, здесь тоже смотрите по тому, что вы хотите писать. Вообще, видео про кисти, какая кисть за какой эффект отвечает, у меня есть отдельное видео на канале. Поэтому ссылочку на данное видео я оставлю в описании под данным видео. Кому интересно, проходите, смотрите, повторять данную информацию не буду. Вообще, я поняла, насколько затягивается данное видео, и кто его досмотрит до конца, тому нужно выдать медаль. Но я продолжаю тему масляной живописи. И следующая тема, это разбавитель и чем же разбавлять масляную краску в ходе работы. Разбавители бывают разные. Вы видите, у меня здесь 4 бутылька. Это у меня разбавитель тройник, просто классический разбавитель номер 2, то есть, это очищенный white spirit, лак дамарный и масло льняное. Чем же лучше разбавлять масляную краску? Тут, конечно же, зависит от того, что вы рисуете и как вы это делаете. Если вы рисуете с подмалевками, каждый слой масляный просушиваете, то есть, у вас метод лисировочек, то вам, конечно же, подойдет разбавитель номер 2, потому что с ним краска быстрее сохнет за счет того, что вот этот вот white spirit, он выветривается быстро, и краска становится более вязкой на вашем холсте и подсыхает намного быстрее. Но минус данного разбавителя это в том, что с ним краска становится достаточно прозрачной. То есть, как раз подходит для рисировок, когда мы накладываем тонкие слои, изначально даже накладываются слои, что просвечивается холст. И уже в слое на третьем холст перестает просвечиваться именно благодаря свойствам разбавителя классического. Это white spirit очищенный. Номер разбавителя говорит нам о степени его очищенности. Чем более очищенный white spirit, тем меньше он пахнет, но тем хуже он разбавляет краски. Например, двоечка, она подходит только для масляных красок, она не разведет вам и не отодрет лак и всевозможные более плотные составы. То есть, только для масляных красок. Да, уже если вы хотите развести лак, то данным разбавителям не получится набрать четверочку помощнее. Также, если вы пишете более плотно, то есть, если вы рисуете по моим видеоурокам, по маслу я делаю небольшие видеоуроки, но там мы пишем картину за один сеанс. В них я использую именно разбавитель тройник. Тройник, это значит, в составе есть три составляющие. Вот как раз они у меня здесь стоят. Разбавитель, лак домарный и масло льняное. То есть, если вы один к одному смешаете, то есть, одинаковое количество разбавителя лака домарного и льняного масла, у вас получится тройник. Можно делать самим, да, можно покупать готовый. И плюс данного тройника, что масляный красочный слой плотный за счет состава, за счет того, что там находится домарный лак, плюс того, что масляная краска блестит. То есть, с разбавителем за счет того, что процент масла в краске уменьшается, сама краска масляная становится не такой глянцевой, да, не такой масляной на холсте. Поэтому тут за счет того, что есть масло льняное, масло, масляная краска достаточно сильно блестит и сама работа смотрится сочнее. И, как я и сказала, красочный слой плотнее. И можно картину написать за один сеанс именно с помощью разбавителя тройника. И он не так сильно пахнет. Например, чтобы сделать краску очень глянцевой, прочной, плотной, можно писать и на лаке домарном. Но минус в том, что он очень сильно пахнет и краска с ним очень быстро схватывается. То есть, вот тот момент, когда можно между собой цвета стушевать, лак домарный иногда этого не дает, потому что краска уже становится такой более вязкой, более плотной на вашей работе. То есть, нужно им работать быстро, если вы пишете картину за один сеанс. Ну, а масло льняное, если использовать только его, то наоборот, с ним масляная краска слишком подвижная. Она очень долго сохнет. То есть, до года может сохнуть картина, написанная на масле льняном. И поэтому в этом его минус. Также многие пишут на открытом, покупном, магазинном растительном масле. Я так советую не делать, потому что и покупать, если вы пишете на масло, именно профессионально очищенное льняное масло, чтобы ваша картина не пожелтела. Потому что от растительного масла картина, конечно же, со временем пожелтеет и не будет радовать глаз. И пигменты по своему цвету немножко изменятся. То есть, вступят в реакцию с маслом и пожухнут, станут более желтыми. Поэтому на растительном масле лучше не писать, а использовать профессиональные средства. Далее вопрос о масленках. Куда наливать разбавитель, либо тройник, либо лакдемарный, либо масло льняное? То, на чем вы пишете. Для этого существуют масленки. Масленки есть покупные в магазинах. Такие красивые, железные. И многие художники их приобретают. Я использую кошачьи миски. Да простит меня мой кот. Старые кошачьи миски я отвожу для того, чтобы наливать туда разбавитель. На мой вкус в работе мне очень удобно работать именно с такими мисочками. Потому что большое поле, то есть удобно макать кисть, удобно наливать. Она стоит, не переворачивается за счет боковых. То есть, именно мне в работе удобно. Для масленки можно использовать все, что угодно. Поэтому вы можете использовать любую емкость. Лучше, конечно, пластик использовать. Любую пластиковую емкость. И туда по чуть-чуть наливать разбавителя. И с помощью данной масленки работать. Также потребуется куча тряпок для того, чтобы вытирать кисти. Потому что в процессе работы маслом обязательно кисти нужно часто-часто вытирать. И вообще у меня есть видео про технику именно написания картин по сырому. А-ля прима. Как написать картину за один сеанс. Видео теоретическое. Поэтому ссылочку на него я оставлю внизу под этим видео. Чтобы информацию не повторять. И не затягивать это видео на час. Поговорили с вами про краски, про разбавители, про масленку. Давайте поговорим про палитру. Здесь у меня не зря лежит мастихин. В основной набор и вообще в моем наборе я вам не показала мастихины. Потому что лично я мастихинами не пишу и не использую их в своих картинках. Это, конечно же, личный выбор каждому. Кому-то нравится работать мастихинами, кому-то не нравится. То есть здесь нет ничего страшного и ничего ужасного в том, что я не работаю мастихинами. Мастихины я использую исключительно для того, чтобы чистить мою рабочую палитру. То есть посмотрите на мою рабочую палитру. Я на ней работаю постоянно. На ней скапливается масляная краска. И потом, когда, например, вот эти бугорки у меня высохли уже нерабочие, я их мастихином срезаю и продолжаю работать на моей палитре. То есть палитру я не мою. Можно ее постоянно протирать. Это тоже выбор каждого. Палитру можно использовать и деревянную, и пластмассовую. Это у меня пластмасса, арголит. И на ней я работаю уже давно. Также можно смешивать краски на холсте маленьком. Во-первых, если вы выбираете палитру, основной ее критерий в том, чтобы она не впитывала масло из масляных красок. То есть если вы берете деревянную палитру, она обязательно должна быть промасленная. Потому что вот когда вы кладете на палитру масляную краску, если она деревянная, не промасленная, она начинает тянуть масло из масляной краски. И масляная краска становится не такой пластичной, не такой удобной в работе, как хотелось бы. То есть цвет впитывается в палитру, это не очень приятно. Удобнее, конечно, работать на арголите, так как он не впитывает масляную краску. Но тут уже тоже выбираем то, что вам больше нравится. Если вы не хотите тратиться на палитру, можно пользоваться такой палитрой, которую я использую для видеоуроков. То есть это обычная картонка, обернутая пищевой пленкой. На нее выдавливаю и на ней смешиваю масляные краски. Удобно в том, что за счет пищевой пленки масляная краска не впитывается. И на ней удобно мешать цвета. Плюс в том, для новичков, то, что вы смешиваете на белой основе и видите точно, как цвет раскрывается именно по отношению к белому холсту. В отличие, если мы берем деревянную палитру, на ней все-таки уже есть цвет основы. И вы не всегда точно видите, какой оттенок вы намешали. Ну, во-первых, это дешево и сердито. И каждый раз ваша палитра чистая. Каждый раз, когда вы убираете пищевую пленочку, и у вас новая чистая палитра. Также вопрос про то, как хранить масляные краски. Если вот они у вас остались, да, вот у меня здесь выдавленные остались. Как их сохранить? Есть фокус с обычной банкой. То есть я вам сейчас ее доставать не буду. Но смысл в том, что вы либо ножом, либо мастихином снимаете оставшуюся красочку. То на стенке банки, обычной стеклянной, ее намазываете и закрываете банку крышкой. То есть в течение недели в банке ваши краски никуда не денутся. Но я так не делаю, потому что работаю маслом практически каждый день. И они у меня, так сказать, уходят постепенно. Теперь мы с вами поговорим про холсты. То есть масляными красками пишут на холстах. Конечно, существует бумага для масла. Но я на ней никогда не работала. Но мне нравится работать именно на холстах. Существуют холсты на картоне. И существуют холсты на подрамнике. Здесь у меня лежат маленькие, потому что большие в кадры не влезут. То есть вы выбираете то, что вам удобно. Минус холстов на подрамнике в том, что они могут вытягиваться. Но спасают клинышки. То есть клинышки, которые можно вставить в уголки и подтянуть холст. То есть, например, малевичи у меня еще ни разу не растягивались. Поэтому я их постоянно беру и проблем не знаю. Минус холстов на картоне в том, что они могут немножко погнуться. Но тоже я беру либо санетовские, либо малевич. Тоже мне они очень нравятся. И в работе очень удобные. И практически не гнутся. Конечно же, холст я вам здесь показываю готовый. Холст можно сделать своими руками. Как сделать холст своими руками, у меня есть видео. Тоже ссылочку на него оставлю в описании под этим видео. И вы выбираете, что вам ближе. Либо самим делать, либо покупать готовое. Ну и остается последний вопрос. Это мольберт. Он обязательно нужен. То есть масляными красками писать на столе. Это очень неудобно. Я постоянно так делаю, когда снимаю видео урок. Когда я веду онлайн. Потому что в таком ракурсе, вот как сейчас, вам лучше видно. И какая разница, удобно мне писать или неудобно. Поэтому, так как вы не снимаете видео уроки. Не ведете онлайн. Вы стараетесь всегда писать на мольберте. Чтобы точно видеть вашу работу. Потому что, когда вы смотрите на нее немного сбоку. Когда вы сидите за столом. Включается перспектива. И ваше изображение искажается. И это очень неудобно. В плане того, что вы все перепачкаетесь. Перепачкаетесь, когда будете брать холст. Когда будете накладывать мазки. Потому что вы будете постоянно прикасаться к холсту руками. То есть это не есть хорошо. Поэтому обязательно нужен мольберт. Либо этюдник. Про то, как выбрать мольберт или этюдник. Какой выбрать для дома. Для пленера. Обязательно посмотрите в видео. Отдельное видео есть на моем канале. Тоже на него ссылочку. Оставлю в описании под этим видео. И выбирайте подходящий вам. И с удовольствием, конечно же, на нем рисуйте. Ну, на этом видео мы будем с вами заканчивать. Получилось оно очень длинным. Вы меня за это, конечно, простите. Но более кратко рассказать не получилось. Как бы я ни старалась. Потому что информации много. И обо всем с вами поделиться хочется. Поэтому, если вам это видео было полезным и интересным. Поставьте лайк. Напишите об этом в комментариях. Чтобы я понимала, что снимала его не зря. И хоть кому-то немножечко помогла. Помните, что рисовать может каждый. С вами была Дерриарт. Пока-пока.